У нас гости! Ребята! А это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 и 9 Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Разворот. По вторникам ее ведущая я, Елена Бикульча. Помогает мне звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас сегодня исполнительный директор Латвийской ассоциации интернета Веструс Шельманов Сплэш. Здравствуйте! Да, здравствуйте! Напоминаю, телефоны прямого эфира 672 12 93 и 9 672 13 93 и 9 Ну и, конечно, регулярно не устаю вам напоминать По поводу того, что на сайте www.mixnews.lv У нас работает видеочат В окошке прямой видеотрансляции из нашей радиостудии Вы можете всегда принять участие в нашей дискуссии И задать свой вопрос Говорим мы сегодня, собственно, об интернете И, в первую очередь, о безопасности в интернете Поскольку буквально на днях появилась информация о том, Что большинство онлайн пользователей заинтересованы в сохранности своих цифровых данных Это вот 94% латвийских респондентов И они защищают свой компьютер от вредоносных программ и других онлайн угроз Вместе с тем только 75% готовы за эти услуги Наоборот, 75% не готовы за все это платить То есть, в принципе, люди хотят бесплатных программ И вот как у нас ситуация обстоит на самом деле Действительно ли все то, что бесплатно, все хорошо И насколько вообще наши интернет-пользователи защищены от вредоносных программ? Ну, я могу сказать, что тема очень такая Ну, большая и актуальная И я думаю, что каждый житель должен на то, что от этой темы Когда-то, я бы сказал, раз в год так остановиться И так глубоко подумать, что он делает, как он делает, почему он делает Потому что угроза в интернете, как она была реальная Так она и сегодня реальная Сегодня, по факту Для интереса зрителей я могу сказать, что недавно, неделю назад была презентация нашей государственной Ну, как это сказать, киберфайт юнит Но это и наша организация, которая день в день работает с этими атаками на наши жители в Латвии И могу просто так цифры сказать, что сейчас они, как организации в Латвии каждый месяц регистрируют более чем тысячи случаев Когда это очень серьезная атака на какую-то систему или компьютеры, где они физически должны уже вникаться А такие стандартные там спам, ботнеты, всякие вирусы, на что мы можем в интернете попасть в любой день Это примерно в Латвии сейчас около 15 тысяч случаев каждый месяц Это большой объем И это значит, что все компьютеры, которые находятся Кто-то в мире хочет, ну, собраться за твои пароли, за твой компьютер Чтобы его пользоваться уже дальше для других целей А вот вы говорите, столько угроз, столько атак получается Это именно частным лицам или это касается вообще всех? То есть каких-то государственных учреждений и вообще всех пользователей компьютеров? Это касается 100% всех пользователей компьютера и всех систем И все, что подключено к сети интернета В любом случае, как это Если ты подключаешься к интернету, тогда ты становишься сразу интересным для какого-то мошенничества И это значит, что ты должен это понимать сразу же А если мы говорим, например, о сейчас очень популярном сервисе Тех же самых, например, интернет-банков или электронных систем платежей для оплаты счетов Насколько они безопасны в Латвии? Как можно оценить как-то вот уровень и степень их безопасности? Тех систем, которые сейчас банковские, они безопасны, потому что они проверяются через очень много всяких алгоритмов Чтобы они знали, что тот, который хочет добраться до их конта Для твоего конта, что это реально ты А не какой-то компьютер, который что-то где-то украл Но это не значит, что тогда, когда ты открываешь страницу в интернете Что это реально твой банк И может быть, это просто копия банка, который ты открываешь И ты просто так сразу не видишь, потому что Кто-то уже взломал компьютер Типа поставил, что когда ты идешь на сайт банка Там автоматический форвард на этот сайт И ты там дальше уже думаешь, что банк и пишешь все сайт-данные А как сам пользователь, который, скажем, не понимает, что это копия интернет-банка Как вообще можно себя от этого защитить? Открывать только банковский сайт И смотреть, чтобы наверху, там где адрес банка Чтобы там он видел реально, что интернет-банк Били, то здесь тоже, так сказать, дырка в системе Что была возможность сделать так, что тебе там казалось, что там тоже все правильно Но если у тебя новый браузер, все равно, что у тебя там интернет-эксплорер, хром, файерфокс Если там новая версия, это значит, что если там видишь банк, это банк Если там видишь что-то другое, какие-то цифры, какие-то номеры Это может быть копия А если говорить о браузерах, можно сказать, какой из них все-таки наиболее безопасный? Я бы сказал, что все три большие браузера, которые есть Ну, можно Опер тоже там четвертое ставить Что они очень много думают насчет секьюрити И у них апдейты, обновления там раз, не знаю, пару раз в месяц И они очень быстро, если где-то есть какая-то проблема, они их пытаются закрыть Но это только браузер, он тебе не от вируса Если сам хочешь, да, он тебе скажет Ну, ты понимаешь, что ты делаешь, ну, и сам решаешь А если говорить, например, о вот антивирусах, которые доступны бесплатно в интернете всякие Ну, во-первых, есть эти триал-версии, которые временные Во-вторых, есть там, не знаю, тот же Аваст антивирус, который, в принципе, доступен бесплатно Вот то, что можно скачать в интернете и поставить себе на компьютер Это качественная защита, скажем, от вирусов Или все-таки, ну, как бы лучше покупать лицензионный антивирусник, который будет включать весь пакет Или так вот, если по секрету, то, в общем-то, большой разницы нет Насчет антивирусов, там фишка такая, что я не знаю Я сам выбираю всю жизнь бесплатные антивирусы И я их смотрю, чтобы они были один из топ-5 брендов Которые я знаю, что это реально хорошие Но у меня там проблемы, я все время там баннеры Покупай, покупай Я думаю, что он имеет там 90% всей функциональности Которой стандартный житель может, ну, покрыть его Насчет просто антивирусов Это еще не значит, что можно без фаервола жить Который тоже, ну, дает возможность, так сказать, уйти от других атак Но антивирусы, да, можно их купить Если тебе есть возможность там за, не знаю, 10-20 каких-то латах Один раз купить и дальше все пользоваться Все апдейты, никакие рекламы И там платежные паки дают кучу всяких бонусов Можно в пачку сразу фаервол получить Но, так что, я бы подумал Если он хочет себя чувствовать легче И знать, что он защищает себя И даже не себя Там родители, которые старые Ну, интернет, этих детей Которые там не знают, они просто по всем сайтам лазят Если их хочется защищать, так, ну И еще пользоваться там всякими другими режимами Режим Children Вот я знаю, что тогда он сразу все Я переключаюсь на этот режим, поставляю пароль И фаервол там все, что там не для детей, защищает уже Вот, но для таких моментов Я бы сказал, что это удачный, ну, внос денег Если это дает возможность уйти то, что тебя от конца все, ну, украдет А вот самые, скажем, главные источники заразы в сети Это что? Ботнеты По-большому Это сети, компьютер, который уже Вирус попал в компьютер Попал в Core, так сказать, Windows Убрал у тебя антивирус И потом делал твой компьютер зомбием Этот твой компьютер, который тебе на столу Он тоже может быть в ботнете Он тоже может быть зомби Ну, такой low-level, так сказать Что он, типа, ничего не делает, но он дает возможность любому инструктору И главному такому серверу, человеку Отслать какой-то код, который будет исполняться И уже для кайбератаков и таких целей пользоваться Если там ботнеты самые большие Ну, вот это самая большая зараза, так сказать Стандартные спамы высылают и такие фишки Ну, а вот эти, так называемые ботнеты В принципе, они как? Они приходят со спамом в электронный ящик? Или это сайты, в основном, вредоносные? Все комбинации Это очень, да, те, которые, лица, которые этим занимаются Это серьезный бизнес у них И они продают, вот на это просто заплатишь, там, не знаю, сотни долларов Ну, это как бы нелегальный бизнес Да, нелегальный бизнес Да, нелегальный бизнес, который ты можешь Всяким способностям платежа Который ты не можешь отслеживать Там, поставил ящик денежки, отслал И получил допуск к зомбовому компьютеру Даже не компьютеру, но сайти с 10 тысяч компьютеров И ты можешь уже с 10 тысяч компьютеров управлять И делать какие-то свои цели Такие сервисы, интернет доступны И не самая такая примарная цель Для тех юнитов полиции И даже, ну, отдельных Которые с этим только занимаются А вот можно сказать, насколько в Латвии вообще популярно Вот, не знаю, там, проникать, сливать информацию Красть данные Насколько это у нас вообще, ну, скажем, такая глобальная проблема Ну, в рамках государства Или все-таки у нас это не так развито? Ну, у нас были случаи, как мы знаем, когда с Эстонией было Когда у них, ну, единственная цель, как спастись, было отключить, так сказать, интернет Страны в пару часов, чтобы прекратить какие-то атаки Страны, которые делали большие ботнеты И когда есть всякие демонстрации Или, ну, с этими масками, которые А, анонимус, да А, анонимус, да Они, да, пользуются такими целями Когда где-то политика к той ситуации, которая, ну, такая Дискутабленная, тогда они пользуются этой ситуацией Чтобы снисти стандартно те сайты главные тех стран Которые, ну, против них, так сказать Это, например? Это, например, было так немножко давно, когда большие саммиты приходят Или когда решается, там, Греция туда или Греция туда Ну, и в таких моментах чувствуется, это сам был репорт, что чувствуется, что вот там Эти-эти сайты этих стран под атаком сразу Интересно, прямо настоящая информационная война получается Да, 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 это реально происходит день-день И есть люди, в Латвии сейчас они будут, по-моему, 11, которые конкретно этим занимаются Помогают, так сказать, жителями Тем, которые, ну, которые не знают, что делать Мне тут все, как сказать, что-то там он сам делает, так сказать А если говорить вообще о безопасности данных Ну, наверняка вы в курсе этого скандала вокруг депутата господина Параднекса Да, когда вот эти запросы поисковые были публикованы Правда, это не доказано, что это именно его запросы Но, тем не менее, сам факт То есть, получается, что раздобыть историю поисковых запросов человека-депутата База данных Сейма, компьютера в Сейме не так сложно И получается, что все, в принципе, могут стать свидетелями того, чем живет человек Потому что мы знаем, что Google – это, в принципе, зачастую панацея для всего и от всего Когда по запросам в Google можно, в принципе, понять, чем человек живет, что он делает и что его интересует сейчас Ну, та информация, что ты делаешь интернет, это самая ценная вещь для продавцов Это дает информацию, что ты ищешь, где ты продаваешь Это главный бизнес Google и остальных больших Они эту историю завсюду хотят И не только они, хотят и сайты Попал в Delphi, Delphi хочет знать, на какие страницы ты идешь, откуда идешь И для сайтов, вот, если попал, с какой рекламой, кому Ну, там весь этот мир построен от того, чтобы знать побольше о тебе И этим пользоваться для просто цели заработка, нормальной вернутой к маркетингу денег Но это значит, что, по сути, все эти данные, если так много собирают эти данные Они в каком-то моменте очень легко доступны Например, история Google, конкретно на этом аппарате Просто я могу, вот, у тебя компьютер приди, смотреть, теперь 5 минут нет Открыл там чик-чирик и вот, history with host history, save all, send to, где-то Ушел, ничего не знает Ну, то есть, получается, что наверняка вот эту вот информацию скорее предоставил кто-то из тех людей, кто был рядом просто с ним или нет А, это 100% не говорит, может быть, там нет firewall, нет антивируса, нет апдейта И тот этот знал, что это тот компьютер и прислал это удаленно Ну, а вообще, вот эта история, она говорит о чем? О том, что у нас есть проблема с безопасностью каких-то государственных структур, компьютеров, находящихся в государственной системе Или это просто нет людей, для которых препятствием станет, там, антивирус, защита или так далее? Это значит просто то, что над этим надо думать Это факт Это то же самое, что ты выходишь на улицу, ты думаешь, что вот ты находишься в центре Риги, это очень такое надежное место, все там будет в порядке А если с интернета, ты тоже понимаешь, пошел большой портал, сам ввел или банк, все хорошо Начинал там лазить сюда-туда, искать информацию, а там уже, ну, там попал в Россию, там попал в Америку, там попал где-то А там уже другие люди, которые, единственное, что у них интересует, как вот забрать твой компьютер и заработать на нем деньги Но вот я все равно не совсем понимаю, вот есть какой-то конкретный пользователь, да, так называемый юзер Вот у него есть свой персональный компьютер, ну, что-то он там делает, да, есть интернет-банк Ну, нет, у него там баснословных сумм в этом интернет-банке Какой может быть интерес у какого, вот, как вы говорите, у бот-нетов для того, чтобы заполучить информацию какого-то конкретного, ну, скажем, маленького человека в огромной сети Если это там не политик, неизвестная личность Самая минимальная версия, мне интересует ресурс твоего компьютера Потому что твой компьютер мне лучше, чем крутой большой сервер Крутой большой сервер, мне сразу полиция, все по кругу, все остановили А маленький компьютер с ресурсами по всему миру, который делает то, что я хочу, это все борьба с тенью, так сказать Это, то есть, получается, в принципе, можно воспользоваться чужим компьютером для того, чтобы совершать какие-то там те же самые преступления Да, например И вот ты как маленький человек, мне интересно Хорошие, они показали в этой презентации те случаи в Латвии, реальные жители, которые уже как-то, так сказать, но На которых был нанесен ущерб, так сказать Примерно нам кажется, если мы в Латвии, там, английский язык, все, мы, типа, ну, живем, так сказать, в безопасном мире Но это не так, ну, например, вот Кайберсквакер, один тоже маленький ниша этого, но они покупают все домейны, которые ты можешь ошибаться одной кнопкой И уже на эти домейны вставляют ту инфу, чтобы у тебя уже что-то продать или что-то, ну, злобезное сделать Ну вот, там было в случае тоже, да, Кайберсквакер попали на портал Delphi Там написал не Delphi, а там немножко другие буквы, нажмал Enter, и он отвез тебя на сайте, где был вирус, который уже на твой компьютере Если нет антивируса, сразу код, сразу бот на этой коммуникации Ну, вот такой был случай, они там закрыли его, но все равно, это была возможность жителям, это реальный инцидент, который был, ну, репорт Были тоже случаи, когда пытались латвийские банки там копировать, да, это реально были банки, уже не зиму, какие конкретно быть, но ты должен присматривать, что ты открываешь Реальные случаи, были такие, которые выдавали себя за латвийской полиции Тоже очень интересные случаи интернациональные, такой, они вот, могу показать, сайт, полиция, там лого, ну, этот, Дербонус, там все лого полиции, вся инфа Написано, что мы знаем, что у тебя нелегальный софт на компьютере А, да, это интересно И мы, полиция, все пункты с этого закона, 10 тысяч латов, там, тюрьма, 4 до 12 лет И что делать? И житель видит все это на латвийском, ой, что мне? Трак, что, скупить софт, который все это сделает? Ну, типа, все уберет, ты все легально, только пересчитайте нам Там немного за все это, какой-то турбо, 500 до 100 евро И все тебе, все решено И на какой конкретный счет? То есть там указаны реквизиты банковские или как? Это PaySafeCard, можно купить, плюс функции Narvesen Даешь 5 латов, получаешь карточку с кодом, вводишь код в сайте, и там кто-то сидит, и с ладвийских жителей, там сотни евро Ну вот, такие случаи реально есть А как, ну хорошо, ну вот, а как человек попадает на этот такой лже-сайт, например, госполиции? Спам через мейл или с баннеров каких-то сайтов, где и так, ну такой контент Ну, мы видели истории, мы видели, по каким сайтам люди лезут Мы сами знаем, как иногда, вот, давай 5 минут, я тут хочу что-то поискать Вот в тот момент, о, там что-то накликал, и так дальше уже сразу Он, а, с Латвии, а, этому нужно это подать, и подает тебе сайт полиции У нас в гостях сегодня исполнительный директор Латвийской ассоциации интернета Вестур Шельманов Сплэшса Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв новости рекламы, вернемся через несколько минут Телефон напрямого эфира 672 12 93 9, 672 13 93 9 Также напоминаю, что у нас есть видеочат, задавайте свои вопросы, вернемся буквально через несколько минут На болткоме разворот Мы продолжаем программу разворот, в эфире Елена Бикульча, помогает мне звукорежиссер Евгений Копеин В гостях у нас исполнительный директор Латвийской ассоциации интернета Вестус Шельманов Сплэшс Говорим мы сегодня по поводу безопасности компьютеров, систем и, в общем-то, государственных ресурсов неких А также и личных компьютеров простых слушателей Я напоминаю, что телефоны прямого эфира 672 12 93 9, 672 13 93 9 Заглядывайте к нам в видеочат Я вот хотела вас спросить, а по сравнению, например, с предыдущими годами безопасность наших компьютеров и наших интернет-пользователей Она вообще как? Увеличилась, ухудшилась? Что вообще происходит с интернет, скажем, угрозами для пользователей по сравнению с предыдущими годами? Ну, ты можешь сказать, что если пару год назад, пару лет назад нам с этим была проблема, инциденты Ну, они все время растают, это нормально Но была проблема, что не было организационной схемы, как что делать, как быстро защищаться, найти вот те плохие серверы и так защищаться Ну вот, и была такая группа инициатив, человек, который, IT-человек, который собирается вместе и координируется вместе с собой Вот там большие банки, все большие министерства и те структуры, которые, ну, люди, которые нужны просто, если что, тогда они быстро координируются, решают эти вопросы И из этой группы уже год назад, с 1 февраля 2011 года, выросла эта ЦРТ-ЛВ, который сейчас ответственный из стороны государства за защиту нашей страны от всяких этих угроз И следующего года, по-моему, у них будет больше 10 человек, которые будут этим заниматься Перед этим не было ни одного, было только полиции, 3 человека, а что может делать 3 человека, если там тысяча атаков на месяц происходит Но такой приватный сектор, и все банки, и все, ну, даже не государства, но маленькие города или другие такие институции, которые важны, баз данных все И они сейчас тоже очень хорошо координируются между собой, с этой новой структурой И мы пытаемся сделать такую среду, которая может реагировать и помочь в любой случае Или это приватный сектор, или государство, где происходит атака А вот, например, когда взламывают там интернет-банк, вот куда в первую очередь человек должен идти? Он должен идти в полицию сразу же? Он должен обращаться к ЦРТ-ЛВ Они там все время, человек, который, так сказать, на трубе 24 часа, потому что мы знаем, какие случаи с точки зрения повреждения ходьбы экономики Если там банк, все, чик на один день Отключился и все там, все, ничего, никакие деньги, никуда не идет Но вот это очень серьезно Или какой-то тот регистр большой, который государственный, который ответственный за, не знаю, выдачу паспортов или какой-то этой системы Но в секторе такой информации для жителей Наша ассоциация уже много лет занимается с этим У нас находится латвийский Дрошак интернет-центр, где мы тоже можем помочь, можно звонить нам Мы тогда тоже сразу даем инфу И там есть такой сайт droshainternets.lv Открываете, там есть, сразу звоните или отсылайте инфу И там есть человек, который будет ответить и помочь У нас есть вопрос в видеочате Что вы скажете по поводу вафл, файловой структуры с записью повсюду? Как уберечь частного пользователя или организацию от доступа извне? Организации насчет доступа к каким-то страдам Потому что мы все видим, что мы двигаемся вперед в области интернета На такое, сказать, ну, там облако, маку На все там сейчас находится И это, ну, круто, не круто Но мы уходим от физических железов Мы уходим на то, что все вот виртуально И для предприятий, я бы сказал, что у них есть администраторы Которые, ну, на броусере или на компьютере производства Или компании запрещают доступ к конкретным ресурсам Или, ну, любого уровня Ну, просто физически защищать человека Который, ну, может таким образом Ну, подать публично информацию Которая там защищена или секретная или компания А если говорить, например, об атаках на конкретные информационные ресурсы Вот, ну, мы знаем, конечно, там случаи нападения на Пентагон и порталы Ну, такие вещи, да, там какие-то конкретные министерства На таких более крупных стран Но если говорить вот о масштабах нашей страны Есть какие-то у нас особо лакомые кусочки для хакеров Среди там каких-то государственных учреждений Либо информационных ресурсов Ну, такой, как сказать, официальный большой Ну, кибератака на Латвию Ну, пока еще нам повезло Не было, но были Так как Эстония, тогда нас тоже трогали Как я знал, есть некоторые сайты, которые закрываются Но я даже не могу сказать, которая была самая такая интересная система Которые брались первые за тот момент Если будут браться, так сказать, за нашу страну И, ну, не знаю, стандартно берут ответственное министерство Или сайт министра кабинета Просто визуально показать, что вот там самый главный сайт страницы И вот вам нет его Но с такой точки зрения У нас есть звонок Надевайте, пожалуйста, наушники Давайте его примем Здравствуйте, слушаем вас Добрый день Здравствуйте Я могу сказать, что на счет этого контента Которые, ну, мы знаем, о чем мы говорим То человек должен понимать Что если не пользуется ни лицензом Windows Который не суппорт Ну, нет возможности поставить апдейты И другим программам Это просто открывает возможность риска До их добраться Ли отследуются те, которые там эти карты Через интернет И, кстати, и смотрят свои каналы Я сказал, что нет Потому что это low-level threat Так сказать То, что ты смотришь То, что, ну, типа, за что не заплатил Это не является угрозой для информационной системы Как такой, как бану Это low-level threat И для таких Ну, самое худшее, что сейчас можно с тобой плетить Тебе может прийти имейл Что, ну, вот на твой компьютер Где находится это нелегально Находится сейчас вирус И вот ты, ну, понимаешь, что он сейчас находится И там ты сейчас физически высылаешь спам Вот такие имейлы И такие фишки Будет презентация В конце этого месяца Последнего дня Будет публичные релизы И тогда вы узнаете Насчет инициативы с ассоциацией Как мы хотим, чтобы Хоть бы ты этот имейл получил Что вот у тебя проблемы Ну, убирай их А если говорить, например Ну, в общем, наверное, об авторских правах То насколько реальная ситуация Что вот к человеку, который пользуется Всевозможными нелицензионными программами Я думаю, таких пользователей у нас очень много Насколько реально вообще Что к этому человеку может прийти, не знаю, полиция И сказать Вот ты пользуешься нелицензионным софтом Например, тем же, не знаю, офис у тебя стоит Поломанный Или еще что-нибудь И сказать Вот там плати штраф Вот насколько это вообще реально отследить Если на счет авторских прав Тогда я могу сказать Не не ассоциации Не не интернет-провайдеров Которые мы представляем Интернет-провайдеры не ответственны за контент Они типа дают канал контенту И дают им подписать договор Что ты понимаешь, что ты сам делаешь Это с провайдерами С точки ассоциаций Авторские права нужно защищать И ты должен пользоваться Программатурой Который, ну так сказать, и заплатил Если идем Полиция дойдет к тебе И скажет Давай плати То это реально происходит В области предприятий Потому что ты с компьютером Как предприятие Заработываешь сейчас Ну День-то-день Деньги Это значит Ты Ну пожалуйста Тогда заплатить тем авторам Которые это сделали Если Приватный сегмент Ну я бы сказал то же самое Low-level threat Но С точки зрения Вот Ирсу Да Вот может быть С тобой будет проблема Потому что Незрешеный Но что Натратить ресурсы На такие цели Я бы сказал Что Ну есть Ну Место где реально Нужно работать Полиции А если говорить Например про торрент-трекеры Которые у нас пользуются Очень большой популярностью И Насколько они являются Тоже вот источниками Всевозможной заразы Для людей Да То это факт Что Когда ты скачаешь Трекер Там есть Так сказать Остать другие файлы Программы Которые Типа Так сказать Изламывают Программы Очень много Бывает Что в этих файлах Есть И заложен вирус Который Типа Зломал Типа Все Типа Хорошо Типа Есть там Фотошоп Сейчас На компьютере А параллельно Ты уже Ну Понимаешь Что Так что В таких случаях Ну Как минимум Пожалуйста Пользуйтесь Фаервалом И антивирусом Хоть бы бесплатным Но просто большим У нас есть еще вопрос Если на сайт Попал вирус Возможно Из-за дыр В системе безопасности Хостера Кто несет ответственность На счет хостера Это тоже Такой вот Ну Я бы сказал Если с провайдером Там Очень много Законах Написано И так сказать Есть Эта информация Хорошо описана Что и как И договоры К всеми Что с хостингом Немножко Так сказать Уже Так Грей Эрия Так сказать Потому что Хост Компании Хостинг тоже Говорят Что мы тебе Продаем ресурс Вот жесткий диск Давай ты там Сам все делаешь Что хочешь Но если ты там Делаешь Так сказать Пакости И что там Заработаешь Деньги на этом Тогда я бы сказал Что за такие И ты Как хостинг Компании Это знаешь И тебе даже Сказали Что они там Вот Пожалуйста Брюль Еще не убрал Я думаю Что такие Такие хостинг Компании Нужно За такие Браться Полиции Я даже Не думал Что лучше Полиции Экономики Ну Это я говорю Потому что Я знаю Что в Латвии Есть такие Компании А У нас были Такие прецеденты Когда хостинг Компания Несла какую-то Ответственность Или нет Прецеденты Не были Но есть прецеденты Когда хостинговые Компании Позволяют У себя Находиться Ресурсам Которые Крадут данные У других людей А Вот 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 Такие Маленькие Но все равно И все равно Это по-моему Надо Зажать Это Надо Браться К сожалению Нам на сегодня Пора заканчивать Пораньше В гостях У нас был Исполнительный директор Латвийской ассоциации интернета Вестер Шерменов Сплэш У нас такой специфический Сегодня Разворот Получился Касательно интернета Будем вас звать Еще к нам в гости Разворот сегодня Провозила Элина Бикульча Помогал мне Звукорежиссер Евгения Копейнова На сегодня с вами прощаемся До свидания Всего доброго